Платформа и фундамент подготовки юных футболистов строится с умением технично и тактично владеть мячом на мини-футбольной площадке. А умение справиться с непростым отскоком от паркета делает юношей еще более мастеровитыми. Турниров для детей по футзалу в Одессе очень мало, поэтому организаторы и провели в спортзале Политеха новогодний чемпионат. Мы решили в этом году попробовать провести детский турнир, поскольку у нас наблюдается огромный дефицит турниров по футзалу для детей. И есть у наших игроков, которые у нас участвуют в турнирах, дети. Они играют в этом возрасте. И очень приятно, что порядка 5-6 детей футболистов, которые у нас стабильно играют в Лиге Содружества, делегировали, так сказать, своих детей для участия в детском турнире. В турнире приняли участие по два состава ДЮСШ-11 и ДЮФК «Атлетик». Одесская команда Михайловская площадь, а также коллективы из области Кировец «Веселоблагодатная» и «Кристалл Радостная». В матче за третье место «Кристалл» с минимальным счетом одолел первый состав «Атлетика». Я забил игрок Петя Задерновский, пятый номер. И когда я проходил на 1-1, я просто чуть заболновался и чуть не так ударил и попал в вратарь. В финале ДЮСШ-11 со счетом 5-0 разгромил ФК «Кировец». В этом матче один гол и три голевые передачи сделал лучший игрок турнира Амир Акбат. В целом же про стиль футзала юные игроки говорят уже с пониманием. «Тем-то, что как минимум играешь подошвой и много пасов, тактическое, более-менее много пасов, ударов». Спасибо тренерам этих команд, что видно по игрокам, что они действительно увлекаются этим видом спорта, футболом. И в футзале они далеко не затерялись. Есть комбинации, есть удары по воротам, есть разные моменты, которые действительно видно, что для них, для футзала они могут дальше развиваться и может в дальнейшем что-то у них получится в этом виду спорта. Главные болельщики юных талантов – их родители, а некоторые из них делегировали сразу по несколько участников турнира. «У меня трое деток, из них два мальчика, которые играют в футбол, старше, с трех с половиной лет играет. Вот, и подает надежды. Младший только начал играть, но тоже уже получается у него». «И вот вы скажите, вы матч сейчас переживали?» «Ой, я так никогда не переживала, как в эту игру, потому что первая была очень напряженная. Они 5-0 проиграли, но мы не падали духом, настроили наших детей на победу». Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».